У нас сегодня мини-путешествие с младшими ребятишками. Обычно я младших оставляю дома. У нас сегодня просто Сашуня идет к врачу, в поликлинику. А папа со старшими мальчишками? Идем, идем. Да, давай, прыгай. Вот, обожает. Все мы в детстве играли в такие игры, как не наступи на такой-то квадратик. Или наступи на точки, или ходи только по линиям. Вот у нас ребята любят перепрыгивать разные ямки. Да, перепрыгивай. Ну и в общем, Боря с ребятами уехал на участок. Каждый день практически ездят туда при любой возможности. А пришлось взять младших с собой. Но с другой стороны хорошо, вместе прогуляемся. Вместе проведем время. Полдня у нас уйдет на все. Потому что нам сначала в одну поликлинику. Сейчас анализы заберем, потом поедем в другую поликлинику. К врачу. Так что это... Ой, жарко. Сегодня жарко, но не настолько, чтобы ходить еще в шортах. У нас сейчас июнь, месяц. Почти заканчивается. А работы только-только начинают делаться на участке. Вот это думаем в сборе. Как еще, сколько нам еще придется жить здесь. Непонятно. Мы планировали в июне переехать. Но ничего у нас не получается, ребят. Очень затянулись работы. Нам очень сильно фирма затянула работы. Целый месяц у нас простой был. На этом пока более там уже не начал звонить. Уже прям ругался с работниками. Говорит, ребята, что ж такое месяц простой. Если не вот этот, наверное, месяц простой, все будет делалось быстрее. Максимка! Максимка! Жди нас. А так месяц был простой. Затянули нам. У нас тоже может на месяц или два затянуться переезд. Максим! Поэтому если мы в течение лета переедем, это будет очень хорошо. Максим, давай ручку. Давай, давай, давай. Все. Здесь прыгать нельзя. Здесь у нас пешеходный переход. Поэтому молитесь, пожалуйста, кто молится за нас, чтобы Боря справился. Потому что постоянно ездят, и работа очень медленно движется. А мы планировали в июле поехать отдохнуть, но, видимо, не поедем никуда. Придется нам и квартиру, наверное, еще оплачивать. На месяц или два. То, чего мы не рассчитывали. Потому что очень большая сумма, конечно, на два места. И на дом оплачивать. И на квартиру у нас в месте 70 тысяч выходит примерно. Мы не рассчитывали так. Но, как сказать, реальность носит свои коррективы. Мы просто делились вами планами. Мы, ребята, давайте вперед, чтобы я вас видела. Мы же просто с вами делились, что я к чему все это рассказываю. Ну, во-первых, чтобы за нас молились христиане, кто нас смотрит. Потому что для нас очень важно в течение лета все-таки переехать, чтобы это на осень не перенеслось у нас все дело. Потому что, я же говорю, и двойная оплата мы не тянем. И это, мы хотели летом еще отдохнуть. А это, а второй момент, что я вам делилась планами, что в июле у нас была запланирована грандиозная поездка на месяц. Ну, и вот не знаем, будет она у нас в этом году, или все-таки придется все лето проработать на участке. Поэтому немножко мы расстраиваемся, хотя пытаемся верить в лучшее. Но реальность вносит свои коррективы, так сказать. Так что немножечко поделилась, потому что, может, кто-то смотрит наш переезд, а может, только кто-то смотрит жизнь за кадром нашей. Поэтому и там в переезде Боря делился, не знаю, делился или нет, но вроде бы делился этим, этой информацией. И вот решила здесь во влоговом видео поделиться этой информацией. Потому что, кто за нами следит, задают вопросы, если что, когда уже переезд и так далее. А еще один момент такой хотела поделиться, раз уже выпала возможность. А, может, тогда это видео я не уже за кадром пущу, а пущу его отдельно, если оно затянется. А, и по поводу дорог очень многие делятся. Вы видели, в каком месте мы купили участок, строимся. Там, конечно, проехать туда весной, когда дожди. Ой, это плавни целые. Понятно, что летом зима, осень. Туда, туда, туда идем. Понятно, что там дорога нормальная. Ну и ходить-то можно, и булка там проезжает. Вот, но не переживайте, будет там и дорога, и все будет хорошо. Что в будущем, конечно же, со временем мы так рассчитывали, что со временем все будет хорошо. Понятно, что мы уже вам показывать не будем. Мы показываем только наш участок, но не место, в котором мы поселились. Поэтому какие-то эти дома, дороги мы показывать снимать не будем. Но не переживайте, все будет хорошо. Это временно. Это пока вот, как сказать, не укрепили дорогу, не сделали ее нормальной. Пока потерпим немножко. Сейчас лето придет, все будет хорошо тоже. А со временем все будет, и будем мы нормально добираться. Этот вопрос мы тоже предусмотрели, так что не переживайте. Конечно, спасибо, что пишете в личку. Вообще, я очень благодарна вам за эту поддержку моральную. Кто нас пишет в личку, поддерживает в WhatsApp и в Телеграме. Очень благодарна всем, кто подсказывает, советы дает. Благодаря вам мы какие-то вещи тоже предусмотрели, скорректировали в постройке дома. Поэтому очень благодарна за то, что вы поддерживаете. Кто финансами поддержал нас. Тоже огромное спасибо. Для нас сейчас это очень важно. Мы сейчас, кстати, в таком положении, что расходов оказалось больше, чем есть. Сейчас, секундочку, сына. Хочу побегать. Ну, побегать здесь можно. И что нам даже на хозпостройку не хватает закончить. Ну, тоже будем думать, как, что сейчас думаем. Нет, туда идем, где взять денежку. То ли кредит какой-то брать, то ли что. Не понимаем пока, потому что на хозпостройку, на забор вообще не хватает. Для нас это в момент перевезти вещи все. Мы же не можем вещи держать в городе, а сами же там очень много вещей, которые в гараже нам просто необходимы. Их нужно перевезти. И это, а забор, это безопасность детей. Я уже говорила об этом. То есть мы не можем без забора вообще никак. Поэтому так, Саша, возьми его за ручку. Поэтому сейчас будем думать, как быть. Потому что все акции, облигации мы уже вытянули с биржи. Давай, давай маму за ручку. Уже все, что могли у себя мы вытащили. Поэтому сейчас будем искать возможности, где еще взять денежку. Я хочу дать помощь. Короче, вот такие мы красавчики. Сегодня гуляем, делимся своими планами. Когда еще поделиться? Я уже говорила, у нас болталка выходит спонтанно. Я вообще собиралась жизнь за кадром снять, что мы с детьми сегодня классно путешествуем. Сюда, ребят, идем. А получилось, что думаю, а почему бы этому по дороге не рассказать? Все равно же идем. А почему бы этим не поделиться? И, в общем, это как-то одно за другое. И получается, что снова такой логовая болталка, так сказать. Но в любом случае, как-то надо делиться информацией. Специально стримы у нас просто. Нету ни времени, ни возможности сейчас делать. Специальные какие-то видео садиться снимать. Заходи. Тоже у нас нет возможности делать. Поэтому вот, когда находится вот такая возможность, обязательно делимся. Тоже на рыбалке. Ой, у нас, наверное, темно сейчас сразу стало. И на рыбалке мы тоже делились. Короче, при любой возможности делимся нашими планами. Забыла еще сказать, взяли мы, Саше, эти анализы. Едем в другую поликлинику. А забыли еще сказать, мы сейчас в той поликлинике сразу еще сюда манту Максимке делать. У нас на прошлой неделе всем остальным ребятам делали манту. А у Максима немножко позже, там из-за прививки, была перенесена мантушка. Короче, у него там своя какая-то схема ставки этих всех прививок и так далее. И вот сегодня мы будем еще Максимке мантушку делать. У нас у нас такое сегодня видео, болталка и о планах разных. Хочу поделиться еще о своем здоровье. Потому что многие пишут, ну что, Таня, как? Как сходила? Как что? Сходила я к... Говорила, а может не говорила, о том-то деле уже не помню, что говорила на канале, что нет. На всякий случай повторюсь, а вдруг не говорила. Ходила я к онкологу, мне сказали, что ничего больше не предусмотрено для обследования, ни МРТ не хотят назначать, ничего. Я говорю, и как мне вот просто с этим теперь жить? Все. Конечно, с одной стороны, часть меня радуется, что онкологию не обнаружили, потому что анализ чистый оказался. Вот, а с другой стороны, ну повторный анализ, так сказать, одних и тех же стеклышек. А с другой стороны, я думаю, и что, и мне только на этом анализе все успокоится и жить, а вдруг это действительно онкология. А вдруг не досмотрели. Ну, она мне говорит, давайте мы вам еще раз соскоп возьмем, сделаем цитологию. Вот, поэтому вот пойду к ней. Записалась уже. Пойду, сделаю повторно соскоп, посмотрим, что он покажет. Вот, а сейчас я ищу эти, нашла, вернее, уже в одном месте самая недорогая МРТ. Она везде, оно везде от 10 тысяч, а я нашла, ой, то ли за 8, то ли за 7, уже сейчас не помню. Короче, одно место, и где делают без направления врача, потому что куда ни звоню, МРТ с контрастом. А мне говорят, только с направлением врача. Я говорю, да что такое? Я хочу сделать МРТ, почему не имею права сделать? Ну, вот, нашла одно место, где делают без направления врача. Вот, единственное, что у меня пока сомнения. Я вот пойду к Лору на этой неделе тоже, как пойдем мантушку проверять. Упал у меня Максим. Все, ребенка вымыла, вычистила, успокоила. В общем, на этой неделе... Ой. Правда, значит. Спасибо. На этой неделе пойду к Лору и спрошу у нее вообще, есть ли смысл делать МРТ с контрастом, показывает ли оно. Но, потому что мне, когда я звонила, говорят, МРТ с контрастом показывает изменения. А я говорю, а какие изменения показывают или нет? То, что у меня там изменения в клетках, я и так знаю без МРТ. Мне не нужно для этого МРТ. И вот нужно мне уточнить, если вы, может, знаете, тоже напишите мне в личку. Вот. Вот узнаю у онколога эту информацию и у Лора. И, может быть, все-таки попробую у Лора выпросить направление на МРТ с контрастом. Вот. Ну и биопсию тоже. Я обзвонила всех. Они говорят, что биопсия, что соскоб. В моем случае это одно и то же. Потому что у меня не внутри опухоль какая-то, куда нужно залазить, брать кусочек, отщипывать и так далее. То есть у меня можно взять, это же на перегородке, если бы была опухолька, перегородка была бы толщина. А так у меня просто незаживающая язвочка. Она никуда вглубь не уходит. Поэтому биопсию у меня нет смысла типа брать. Боря, стой. Давай, Максимка, ручку. А именно соскоб и вот МРТ разве что. Все, больше у меня никакие обследования под мое заболевание не подходят. Поэтому буду, ребята. Я извиняюсь, торможу немного, потому что из-за детьми надо смотреть. Дорога. Тот упал. Тот стоит, когда надо идти. И за всеми следишь. Голову мотаю. Фух. На улице жарче и жарче. Надо было все-таки шорты, наверное, одевать. Хотя в теньке прохладненько. Вот я иду, прям хочется накинуть на себя кофточку. А это... А на солнце выходишь, вообще жара. Сейчас зайдем сок купим детям. Попить. И, короче, наш день продолжается. Все, обошли мы всех врачей, кого надо. Планово там нужно было нескольких врачей обойти. Боря с Максимом, с Сашей ушли к другу. Здесь рядом с нами друг живет. Максимка, иди сюда. Друг их живет. Они пошли к нему гулять. А мы с Максимом домой тепаем. Давай ручку. Ручку давай. Тепаем. Тепаем домой, да. Стало все жарче и жарче. С каждым часом. У меня голова так разболелась. Таблетки выпила. Благо всегда с собой есть ибупрофен в рюкзаке. Пойдем на площадку или домой пойдем? На площадку. Давай, пойдем на площадку посидим с тобой. Мальчишки общаться пошли, а мы с тобой пойдем на площадку посидим. Но, с другой стороны, жаркая погода. Мы тут собрались. Мы уже в жизни за кадром говорили. Пойти, поехать праздновать день рождения нашей семьи. У нас 19 июня день рождения нашей семьи. Но поедем мы праздновать позже, потому что Боря не может. Он там работой занимается на участке. Нужно кое-что срочно сделать. Поэтому мы позже будем праздновать. Что, мама тебя покатать? Можно, да? Давай. Ну и видео плюс немножечко с задержкой выйдет. Когда вы увидите это видео, уже, наверное, будет число 19. А пока мы еще съездим. Но я к тому ведусь, что... Да, к тому, что жара хорошо, потому что будет озеро прогреваться. Хотим поехать открыть купальный сезон, чтобы дети покупались у нас. Ой, ветер поднялся и тучи на это. Сейчас, наверное, дождик пойдет. Это хорошо, хорошо. В такую жару дождик, это очень хорошо. Затягивает небо. Максим говорит, пойдем домой, мама. Мы-то такую фотосессию классную устроили. В инстаграме обязательно выложу фоточки. Пока ветер успокоился, досниму конец видео, ребята. Вот такое у нас видео вышел поход по врачам. И одновременно болталка с вами поделилась новостями. Да. И будем на это видео заканчивать. Спасибо, что вы с нами. Спасибо всем, кто пишет. И за вашу поддержку. Все, пока-пока, ребят. До новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...